Если они съедят плод с древа жизни, то станут подобны нам богам. Плод жизни? В чём состояло грехопадение? Они съели плод с древа познания и теперь могут трактовать там зло. Ну, может быть, это всё-таки сказал не бог, а змей? Так, на мою память именно бог. Ну, окей. Так, хорошо. Мне кажется, что достаточно бытие вторую или третью главу открыть, там, скорее всего, это будет. Я просто точно не помню, в какой главе это. Ну, это в начале. Также я удивлён, что я не выписал себе эту цитатуру, потому что я будто бы чётко не что выписал. А я сейчас тебе говорю. Значит, змей был химии всех зверей полевых. Это бытие третья глава, там, буквально в самом начале сразу. Всех зверей полевых, которых создал господь бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которые среди рая, сказал бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрёте. Но знает бог, что в день, который вы испусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Ты это имел в виду? Нет. Там именно уже момент грехопадения, когда они съели этот плод, когда бог обнаружил их, обнаружил, что они стесняются своей ноготы, и сформулирую это так, начал наказывать. А может быть ты имеешь в виду 22 стих и сказал господь бог, вот адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простёр он руки свои, и не взял так же от дерева жизнь, и не вкусил, и не стал жить вечно. Это ты имел в виду? Да. Так. Тут слово «нас» как один из нас. То есть у нас подразумевается, что мир монотеизма, что подразумевает Господь под формулировкой «адам почти стал таким же, как мы». В Ветхом Завете очень часто используется бог во множественном числе, но потому что бог в трёх лицах. Да, но он никогда о себе так не говорит. То есть когда описывается различная ревность со стороны бога, там вы изменяете мне, вы поклоняетесь другим богам, а не мне. Так. То есть там огромное количество указаний с тем, чтобы в единственном лице со стороны бога. Короче говоря, там момент, который меня очень сильно взбутил, в том плане, что неожиданно, когда идёт описание претензий бога к Адаму, у него основная претензия, что он чуть не стал таким же, как мы. Так. То есть у меня есть представление о том, что иудаизм изначально не предполагал радикального монотеизма, и что другие сущности божественные вполне себе существуют. Просто бог очень ревнив, поэтому им поклоняться нельзя ни в коем случае. Ну да, и даже если это допустить, то как это соотносится с этим открывком? Здесь ревности бога к другим богам нету. Это цитаты бога о том, что богов много. Так у тебя вопрос к чему? К тому, что здесь есть упоминание, что богов много, но типа ты просто хочешь узнать, есть ли какие-то, значит, осколки политеизма в этом завете, тебя это интересует? Именно. Скорее всего есть. Ну то есть если следовать библеистики современно-научные, находятся там такие моменты, да. Ну это как бы, скажем так, если смотреть текст, который не лишён человеческого фактора, такой там можно найти некие намёки. Но с другой стороны, на это есть и контраргументы, что на самом деле имеется в виду здесь не это. Ну допустим, да, и что. Но это как бы не то, чтобы тайна или какой-то секрет. Даже если допустить, что... В мире, который сотворил, сотворила одна сущность из хронических вод, существуют другие боги. Нет, в мире, в котором существует одна сущность бог-творец, которая сотворила всех остальных богов, которые являются истинным богом. Все остальные это тварные сущности. Ну божества, ангелы, демоны. Вот это так выглядит. Есть ли какая-то проблема, чтобы строить храмы другим богам? Да, есть, потому что нет смысла поклоняться тварным сущностям. То есть хорошо, вот, ну... И более того, нет смысла поклоняться сущностям, которые ниже тебя в иерархии. Ну то есть Зевс, условно, если он есть, то он ниже меня находится. Он не выше стоит. Это просто либо демон какой-то разглушевавшийся. Ты знаешь, кстати говоря, есть интересная такая вообще в истории религии такая штука. Вот есть, значит, дэвы и асуры, да, у персов, и дэвы и ашуры у индусов. Или наоборот, дэвы и ашуры у персов, и дэвы и асуры у... Ну, нет, не важно. Про разные представления на богах? Один хер. Нет, прикол в том, что, как бы, это божественные сущности, но только у персов дэвы стали демонами, а у индусов, наоборот, асуры стали демонами. Вот, ну то есть, в принципе, у христианств же есть ангелы и демоны. Они не отрицаются совершенно. Вот, ну то есть, понимаешь, вот с точки зрения вот этой вот классификации, вот древнегреческие боги, они, ну, либо дэвы, либо асуры, например, да. Хотя, скорее всего, ну, если в римской, а деос это, по идее, деос это, ну, получается, дэвы хорошие, короче, они не демоны, они боги. Но в христианстве есть ангелы и демоны, причем они существовали с начала створения мира. Практически с самого начала. Ну, демоны появились позже. И, кстати говоря, и у язычников они стали демоны позже. Ну, просто в язычестве там, в принципе, нет каких-то проблем с тем, что есть злые люди. То есть, там, если условным... Проблемы есть, они создают огромные проблемы людям, поэтому проблемы есть. Люди не любят их, они их долятся. Нет, я имею в виду, нет какой-то идеологической проблемы, нет какой-то концептуальной проблемы существования зла, существования злых богов. Настолько нет проблемы, что даже в Иране целые религиозные преследования на поклонников дэвов были, да? Настолько проблемы нет. Проблема-то есть как раз-таки. Я имею в виду концептуальные проблемы внутри парадигмы религиозной. Я говорю не про реальную историю. У них злые боги, мы их захуярим, это норма. Нет, они нельзя... В христианстве подразумевается тотальный монотеизм. В смысле, тотальный монотеизм. В христианстве подразумевается, что есть бог-творец. Подразумевается, что... В христианстве есть сущность, которая сотворила вот этих всех ребят, которые между собой срутся. Для человека просто вот девы, дэвы, дэйвы и асуры, ашуры, они не имеют никакого значения. А ну потому что они тварны. Вот. А для христиан имеет значение бог вот именно, который сотворил всё. И который по своим качествам отличается от тварных сущностей, которых мы называем богами, божествами. Да? То есть маленькой буквы. То есть эти божества, они не то же самое, что бог. Это просто сущности разные на самом деле. А у язычников нету просто бога, творца. У них есть красивая мифология про титанов, которые борются с богами, которые стоят против них, там, что-то такое. А бога вот нету, который всё это дело сотворил. Нету творца. Вот этот творец, он, в принципе, интуитивно в языческой традиции есть. Это тот самый, ну, скажем так, скорее не в традиции обычного язычества, которое представляет собой культ, по большому счёту, полисный, да, и очень честно связан с полисом. И римское, традиционное римское язычество, имперское, это тоже оно, генетически это полисная религия. Это всё прекрасно. Но в язычестве, в языческой среде появились философы, которые задумались о чём-то большем, чем вот эти божества и вышли за пределы вот этой вот парадигмы. И они практически близко подошли к идее о том, что есть кто-то, который вообще-то стоит выше всего того, что есть. Выше в том числе божеств, которые на небесах там живут. А в христианстве это уже утверждается. В христианстве эта идея утверждается, развивается, да, что вот есть. И Павел, кстати говоря, в Ариапаге обращался к язычникам, говоря, смотрите, у вас есть там алтарь неведомого богу. Вот это бог, который как раз всех сотворил. Он выше всех тех божеств, которым вы там поклоняете. Зачем вам поклоняться тварным сущностям, если вы выше этих тварных сущностей, если есть бог-творец, который действительно вседержитель, который всё и сделает, который вас любит. Боги-то нас не любят, эти самые демоны, эти самые Дэйвы и Ашуры. Они нас не любят, нас насрать. Ну, хотя если принять, что Асуры это ангелы или Дэйвы это ангелы, тогда да, ангелы служат богу, они нам делают, они играют для нас положительную роль. Но кто-то из них является гадом. Они-то зачем нам нужны? Они нас не любят, они для нас не живут, они для нас не существуют, они не хотят нас спасти и так далее. У них свои цели, они свои цели исполняют, а мы для них просто как вот инструмент. Порой необходим, порой нет. Зачем они нам нужны? По этой причине, зачем христианам поклоняться языческим богам? На чем они нужны? На кой чёрт они нужны? Всё очень просто, они влияют на твою жизнь и в зависимости от того, как ты посылаешь им сигналы, они могут к тебе быть благосклонны. А зачем мне их благословность, если они ниже меня находятся? Они не влияют на мою жизнь, на мою жизнь влияет Господь Бог. Ну, опять же, возвращаясь к мифам, если Солнце упадёт на твой дом, я думаю, это будет сильным влиянием. Ну, я уже сказал, что Солнце, звезду можно уронить с помощью науки, прокачать её и делать то же самое, что... Сейчас это весьма не факт. Ну, сейчас это просто, да, вопрос времени, может быть, 300 лет, может быть, 200 лет пройдёт, мы это будем делать. Ну, теоретически это возможно. По-моему, это значительно ближе к смерти тела. Если есть у тебя Бог-творец, который сотворил в том числе вот этих богов, зачем они тебе нужны-то? Ну, то есть, вот христианство задает вопрос, а зачем они нужны? Поэтому христиане и не поклоняются тварным сущностям. И то, если они существуют, на самом деле, это ещё вопрос, кто из них существует, а кто нет. Если давать ответ изнутри моей топики, боги врут. И что-то мне подсказывает, что когда боги рассказывают про всемогущество, верить им не стоит. И, соответственно, ну, из этого и делается вывод, что у меня нет никаких проблем с Иисусом. В брачных просторах Аида найдётся место и для Рая, и для Ада никаких проблем. Но история про всемогущество, история про всетворца, она для меня выглядит не очень интересной, не очень правдоподобной, не очень впечатляющей. Потому что она порождает больше вопросов, чем даёт ответов. Это как раз таки хорошо. Всё, что даёт ответы на все вопросы, тем более простые ответы на все вопросы, оно как раз таки и должно вызывать сомнения. Так почему мы доверяем науке? Потому что она нихуя ответов нам не даёт. Она нам позволяет делать какой-то шаг небольшой вперёд, а дальше ещё больше вопросов появляется, и ответов на них них нет, и мы их начинаем искать. Мы доверяем науке, потому что она чудеса нам даёт. Если бы колдуны-ученые не продлевали людям жизнь, не давали людям еду, не давали людям оружие, то колдуны-ученых бы не уважали и не платили им деньги. Но наука не обязательно имеет практическое применение, на самом деле.